Дошла она мне, кстати, на удивление быстро. Только, короче, вышел анонс, что есть вот такой квад появился. Я его начал искать в официальном магазине на Алиэкспресс гиперсишном. И нашел его, и пишу, что вот хочу приобрести. И так как я там у вас постоянный покупатель, не могли бы вы мне сделать скидку. И пока мы договаривались с продавцом о том, какую скидку он мне сделает, так получилось, короче, что российский Алиэкспресс или кто там, я не знаю, поправьте там в комментариях, короче, заблокировали эту ссылку, и в России она стала недоступна. В других регионах, странах она все-таки также осталась доступна. Но вот у нас, к сожалению, я уже из официального магазина ее купить не смог. Точнее, ее там не было. И вот пока мы решали проблему, то есть я говорю, ну я все равно хочу купить, и мы искали с продавцом на Алиэкспресс. Сейчас ему, кстати, отдельное спасибо, хочу его отметить. Я обязательно ссылочку оставлю на этот магазин где-нибудь в описании. Так вот, мы все-таки нашли решение. Знаете же, да все, маленькие эти брелочки, которые ложат с каждым квадрокоптером. Кстати, да, посмотрим, что они здесь есть. С каждым дроном. А вот в этот раз мне не положили. Ну, короче, маленькие такие гиппрессишные брендовые брелочки. Вот, и он кидает, то есть пишет мне в личке, говорит, смотри, говорит, ты, говорит, сейчас берешь, заходишь на вот этот вот товар, жмешь, что сейчас оплатишь. Ну, знаете, когда там вроде нажимаешь оплатить, но отменяешь, и еще висит какое-то время, он висит у вас в неоплаченных. И вот я, говорит, меняю тебе цену, и ты только, говорит, доверься мне, и ты покупаешь эти брелки. Ну, допустим, этот брелок за вот сумму, которую стоит квад. Я говорю, да, хорошо, просыпаю, и говорю, спрашиваю, ты не забыли мне про скидочку? Он говорит, нет, не забыл, скидочка будет. Короче, так мы и делаем. Все, висит у меня этот заказ в неоплаченных. Смотрю, приходит мне там помещение, что вот цена такая, это теперь стало. Я оплачиваю, и квад мне выезжает. Как ни странно, квад идет, шел у меня почты, потому что, как вы знаете, другими транспортными компаниями, они просто не доходят. Так вот, почты пришел быстро. Я не знаю, ну, наверное, за недели-две, может, даже меньше. Вот, я батарейки еще заказал, еще раньше, чем этот квад, и батарейки у меня до сих пор идут. Вот, вот, спасибо Александру, он мне подогнал на тест две батареечки. Так вот. Короче, так, все-таки я его купил, вот он мне он дошел, и давайте приступим к распаковке. Наверное, ни для кого не секрет, кто подписан на мой канал, да, что я являюсь вообще лютым фанатом продукции Гиперсиль, так как они, ихняя продукция постоянно всегда хорошо настроена, все отлично летает, у меня никаких проблем никогда не было. Ну, не считая проблем тех, которые связаны с моим плохим управлением, там, еще какой-нибудь пердой. Я взял квад на ELRS 2.4, кстати, вот, не знаю, он встроен или нет. Скорее всего, он у нас встроен. Ну, ладно, тем не менее, сейчас я его подключу, прошью, посмотрим, что там у нас. Да как, я не буду вот эту всю макулатуру доставить, потому что, ну, это, как бы, уже заезженная тема, да, всем уже давным-давно известно, что здесь есть и что здесь нет. Главное, что квад пришел собранным. Это, кстати, это что за фигня тут болтается? О, смотрите, что это такое, какая-то леска. А что это за леска? Это что, антенна, что ли? Это антенна ELRS, короче. А что она так болтается? Или что это? Ну да, похоже, это она. Ну ладно, вот, чтобы было видно. Смотрите, какой-то проводочек. Ну да, я же не вижу эту антенну, тот маленькую, которую... Я думал, кстати, что гибридзи все-таки засандалит свою антенну куда-нибудь сюда, и будет нам счастье. Вот, а, вот специальный пазик для антенны. Вот какое решение. Ну ладно, если честно, меня это немного расстроило. Обычно они на все квады свои ставят хорошие антенны. Ну ладно, потестим, посмотрим. И что, чем же у нас интересен этот квад? Что здесь из минусов? Ну, вы уже смотрели, скорее всего, все обзоры, да? У нас пластмассовые идут все части. В отличие от PowerPica, у него идет рама карбоновая. Но, гибридзи заявили, что у них есть какая-то там прикольная, там какая-то технология проверенная, вот, в сочетании вот этих вот, короче, лучей. То, что здесь усилено все, и не знаю, как это по-научному называется, короче, жесткость у них есть. Кстати, ничего тут у нас не демпфируется. Юнит у нас закреплен прям жестко. Наверное, подкрутить, потому что... Ну ладно, я тоже посмотрим, разберемся. Но, опять же, из плюсов есть вот такой прикольный козырек. То есть, если вы падаете, встаете ровно на этот козыречек и на антенки. И чем отличается от PowerPica, то, что у него антенки не болтаются просто так, а, короче, они закреплены. Закреплены. Ну, тем не менее, вообще, мне вот нравится, как он выглядит. Он такой прикольюшный. Вообще, я его беру для съемок где-то в помещениях, вот так, там, где не нужно сильно шуметь, и можно, не привлекая внимания, там что-то отснять. Ну, ладно, тем не менее, погнали к установке, прошивке, подключению. Хотел бы сейчас посмотреть у нас сразу, кстати, по батарейкам какие-то, говорят, бардак какой-то. Я заказал себе батарейки-татушки. Вот еще зарядилось. Батарейки-татухи, но они мне еще не пришли на 500 мАч. А здесь на 450. Попробую впихать. Ага. А все, а ничего у нас не впиховывается. Очень жалько. И с этой стороны. И с этой тоже. Хм. Ну, если честно, я расстроен. Если мне придут еще больше аккумулятора. Ну, в принципе, здесь можно откусить вот эти штучки. Я, наверное, так и сделаю. Потому что стрэп тут вообще прекрасненько пройдет. Кстати, вот у меня даже тут валяется что-то типа стрэпа. И я надеюсь, у меня проблем с этим не будет. Давайте подключим сейчас и посмотрим, подключен ли у нас, активирован ли у нас VTX. Нажимаем кнопочку здесь. Нажимаем кнопку. Опа, все, все забиндилось. Проверяем. Ох, шикарно все показывает. Только у меня сместилось куда-то все меню. Ну ладно, сейчас с меню мы разберемся. Главное, у нас юнит уже активирован. Так, сейчас мы забиндим с нашей аппаратурой. Берем питание. Подаем его три раза. И нажимаем бинт. И все, аппаратура у нас забиндена. Все готово. Теперь подключаем ее к Betaflight. Сразу посмотрите, что у нас там со всеми настроечками. Все отлично. Angle. Horizon. Так, Horizon мы переносим сюда. Angle у нас здесь. Так, ну-ка еще раз проверим. Режим Акро. Акро. Режим стабилизации. Харайзен. Режим горизонт. Режим стабилизации. Horizon. Так, бипер. Видеопередатчик влечен. Випер есть. Все, больше нам ничего здесь не нужно. Посталось еще раскидать телеметрию, чтобы я все видел. Так, нужно мне добавить время полета. Нет, почему-то. Все настройки мы сделали. Все отключаем. Единственное, меня расстроило, конечно, это крепление, что даже на 450 у меня аккумуляет не влазит. И как его сейчас заколхозить, я еще подумаю. Ох, как нагрелся юнит. Вот, подумаю, как его заколхозить. И все-таки полетать-то хочется. Я надеюсь, что татушки мои на 500 будет меньше, чем вот это кум. Конечно, призрачная надежда, но тем не менее. И я думаю, дальше следующее видео. Сначала сейчас пойдем полетаем. Я расскажу о своих ощущениях. И вообще у меня в планах, конечно, у товарища у меня, Денис, привет тебе. Есть Павла Пика, хочу сравнить. И полетать с ним, дать ему полетать на своем, полетать на его и уже прийти к какому-то решению. Что же лучше? Карбоновая Пика, либо аккуратненькие. Ну, короче, вы поняли. Ладно, погнали летать. Так, ладно, я не выдержал. Хоть у меня и беспонтовые батарейки, которые не влазят. И непонятно вообще, что за дичь такая. Вот. Но мне хочется проверить его на улице. И поэтому решил все-таки выйти и по поте протестить еще раз на улице. Это дело. Сейчас посмотрим, что из-за. Не очень уверен. Но пока придут мне мои, это очень долго, ребят. Очень долго. Они придут мне только там ноябрь, как в октябре. А полетать уже хочется. Так что не обессудьте. Все-таки слетаем. Не знаю, будет ли сейчас звук, потому что в LRS у меня звук как-то ну, как в мехе, видимо, петличка на 2,4 и и управление тоже на 2,4. Так, ну ладно, погнали. Ух ты! Ну, сейчас 3,8 на банку. Я потом покажу. Я не специально, вот как есть видео, оставляю. То есть без всякой стабилизации. Ну, по-моему, внутренняя тут включена. Но тем не менее. Слушайте, летит плавно. Летит очень плавно. Очень хорошо летит. Связь везде идет. Сейчас, по-моему, придется домой 3,5 на банку. Выглядит, конечно, в очках. А главное, его не слышно. Слышите? Теперь я могу летать где угодно. Его не слышно. Low battery. Итак, минута 48. Можно возвращаться домой, да, похоже? Ну, я хочу дожегать эту батарейку. Вот еще туда, куда-нибудь слетая. Красиво! Ой, как красиво летит! Слушайте, ну я кайфую от этого дрона. Это что-то с чем-то. 3,44 на банку. 2,21 летим. Ой, ой, ой. Что-то чуть не потерялся где-то. 3,36 на банку. Мне кажется, тут вообще не надо, может, обращать внимание на то, что показывает. Я просто не особо силен, сколько там, да скольки нужно летать на 2С аккумуляторах. Поэтому, возможно, это и нормальное напряжение. 3,23. Ну, все, возвращаемся, наверное. Друзья, ну я хочу просто порежимировать, да, сейчас все, что у нас есть, что мы имеем на данном этапе. Что мне нравится и что мне не нравится. Я, конечно, подожду свои батарейки. Вот этот колхоз мне очень не нравится, да, вот то, что я тут намудрил. Батарейка должна влазить. Но у меня есть товарищ Миша. Миша, прикинь, смотришь. Так вот, у него все батарейки влазят. Я не знаю, что это за какая-то интересная батарейка. ЧНЛевская, мини-стар, 450 мА, что она не лезет никуда. Причем я такие же, чуть на барахолке новые. И батарейка нагрелась. Прям чувствуется, она теплая. Вот. И, ну, подожду, подожду татушки. Все равно они будут меньше по-любому. Будут легче. У них будет 500 мАч. Тем более, что, ну, я же смотрел перед покупкой, да, какие мне нужно, какими батарейками мне нужно затариться, да. И там написано 2С 500 мАч. Поэтому я взял татушки. Ну вот, друзья, пока, вот на сегодняшний момент, что мы имеем. Пластмассовый? Да похер. Вот мне лично насрать, из чего он. Тут какие-то у них эти решения с треугольниками. Не знаю, буду верить на слово компании Гиперси, потому что, ну, у меня с ними никогда не было каких-то там траблов, знаете, что я купил дрон, и он мне жутко не понравился. То есть, это вот сперм, с которым я, вот, что-то у меня какие-то смешанные чувства. Потому что антенну LRS, ну, что здесь, можно было маленькую поставить. Ну, пока проблем у меня нет с ней. Ну, болтается он тут и болтается. Ну, пускай болтается. Ну, посадочное место для него есть, для этой проволочки. А, я уже, ну, я уже показывал. Дипольки закреплены. Даже сравнивать с тем же ПАО, ну, это тоже хорошее. То есть, это говорит о чем? О том, что компания заморочилась и закрепила дипольки. Также заморочилась над козырьком, для, ну, установить вот этот козырек на, вот, третьей камере. То есть, чтобы, если припоединить, вот, ну, видите, он ровненько лежит на этих, на упорах антенн и на козырьке. То есть, проблем нет вообще. Вот, это мне нравится. Сейчас я летел, желе, никого не видел. Не знаю, конечно, посмотрим потом, что будет. Сейчас я выкину вот прям горяченькое, что имею, что наснимал. Сейчас еще раз, конечно же, пролечу. Ну, а пока, наверное, на этом закончим. Пока я, наверное, сказал от себя все, что я хотел сказать. Дрон маленький, бесшумный, позволит вам летать где угодно. Вот там люди ходят. Ну, это, чтобы вы понимали, это парк, и никто особо тут на меня внимания не обращает, потому что очень тихо, очень тихо и очень маленький размер. На этом, наверное, закончим. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. А все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok